МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Реализация программы формирования комфортной городской среды в Десногорске. Соревнования по ловле рыбы. На Смоленской АЭС в работе второй и третий энергоблоки. Общая мощность составляет 1988 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Энергоблок номер один с 5 июля находится в плановом среднем ремонте. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 10 дней августа составила более 436 миллионов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 18 миллионов. С начала года выработано более 12,4 миллиардов киловатт-часов. Сверхплана – 287 миллионов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Соблюдайте правила безопасности. С таким призывом к работникам Смоленской АЭС и подрядных организаций обратились участники творческих конкурсов, которые прошли в апреле в рамках Всемирного дня охраны труда. 6 августа победителей и призеров поздравили исполняющий обязанности главного инспектора атомной станции Павел Лобачев и заместитель председателя профсоюзной организации Михаил Таран. Творческие конкурсы по охране труда на Смоленской АЭС проводятся 2013 года. Их цель – в доступной форме, языком плаката и детского рисунка показать серьезные темы охраны труда и здоровья, напомнить о важности соблюдения золотых правил безопасности. Участие в этом конкурсе и заинтересованность людей, она сподвигает каждый раз задуматься о безопасности, задуматься о безопасности собственной, задуматься о безопасности близких и дает толчок на то, чтобы критично смотреть на вещи и не допускать нарушений. Авторов лучших работ наградили дипломами и сувенирами от Смоленской АЭС. Замечательным подарком для них также стала виртуальная экскурсия на атомную станцию, которую провели в интерактивном зале ЦСО «Нейтрино». Мне очень нравится выполнять творческие работы, особенно такого характера, ведь это очень важно. С помощью рисунков можно легче всего показать детям, что безопасность – это превыше всего. Считаю, что безопасность – это фундамент, благодаря которому мы надежно производим эксплуатацию нашей Смоленской АЭС. Вопросы охраны труда являются тем мотивационным моментом, благодаря которому мы работаем надежно и безопасно. За три года, что действует всероссийская программа формирования комфортной городской среды, в Десногорске изменили облик территории около 13 домов и два общественных пространства. На подходе – третье. Многие знают, что благоустроить и двор, и парк, и площадь на средства из федерального и регионального бюджетов можно, если ты активен, инициативен и настойчив. В 2020 году на реализацию проектов направлено более 16 миллионов рублей. В 2020 году на территории города продолжается реализация национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы идут полным ходом. На трех территориях нашего города работы уже завершены. В этом году вошли в комфортную городскую среду территории второй микрорайон дом 7, второй микрорайон дом 18, второй микрорайон дом 2 и первый микрорайон дом 12. А также общественная территория между детскими садами «Ласточка-Дюймовочка» и школами 3 и 4. На общественной территории будет модернизирована система видеонаблюдения, видеонаблюдения, система освещения. Также будет полностью отремонтировано асфальтное покрытие и установлены лавочки, урны и элементы благоустройства. Программа показала себя очень успешно. Активное участие принимают у нас как жители при отборе общественных территорий, также и при подаче заявок на ремонт придомовых территорий. Программа работает. Работы все ведут с полным ходом. Конкурс по ловле рыбы среди пенсионеров «Ловись, рыбка большая и маленькая» прошел на Десногорском водохранилище в минувшие выходные. Более 20 человек приняли участие в юбилейном сборе любителей провести свободное время с удочкой в руках. Соревнования уже стали традицией. Дружные компании в теплой походной атмосфере собираются ветераны уже пятый раз. Обычно встречи проводят в День рыбака, но год текущий внес свои коррективы в привычное расписание Совета ветеранов и мероприятия провели, как бы это не было символично, во Всемирный день кошек и физкультурника. Конкурс инициирован Советом ветеранов Смоленской АЭС, а самое первое положение придумал и разработал Виталий Карпинский. Сегодня ветераны могут побороться за призы в необычных номинациях. «Первая пойманная рыба», «Самая большая», «Самая маленькая», «Самый разнообразный улов», «Самая тяжелая рыба», «Самая редкая пойманная рыба», «Самая длинная цепочка из рыб» за поимку ерша. В последней номинации ни разу не было победителей, зато все остальные не остаются неразыгранными никогда. Еще в самом начале конкурса определились лидеры в самом крупном и маленьком уловах. 40-сантиметровый белый амур и красноперочка длиной всего 5,5 сантиметров. В принципе, чтобы рыба была, а дальше хорошо подкормить, нормально, и естественно снасти на свою рыбу свои. Закончился турнир по традиции не только подведением итогов и выпуском улова обратного водохранилища, но и ароматной, ухой и приятным дружеским общением. Некоммерческий пенсионный фонд «Атомгарант» сообщает о начале работы своего представительства в Десногорске. В представительстве вы всегда можете Получить компетентную информацию о действующей корпоративной пенсионной программе работников госкорпорации «Росатом» и о пенсионном обеспечении России. Оформить вступление в корпоративную пенсионную программу. Узнать о возможности управления своей накопительной пенсией и осуществить перевод пенсионных накоплений в Пенсионный фонд «Атомной отрасли». Участники корпоративной пенсионной программы могут подать необходимые заявления о смене своих персональных данных, назначении корпоративной пенсии, назначении правоприемников по личному договору негосударственного пенсионного обеспечения. Адрес представительства – 3-й микрорайон, дом 9. Директор представительства – Анна Алексеевна Красикова. По всей России проходит конкурс «Атомрядом», организованный Фондом развития регионов Содружества при поддержке госкорпорации «Росатом». Смоленская область – в тройке самых активных участников. Интерес к конкурсу продолжает расти, и по многочисленным просьбам организаторы продлили срок подачи заявок до 31 августа. Принять участие в конкурсе «Атомрядом» смогут все, кому исполнилось 18 лет. Для этого нужно снять короткое видео об интересных фактах, научных открытиях или пользе «Атома» в нашей жизни, загрузить его на сайт конкурса atomрядом.ру и заполнить там анкету. Лучшие видео выберут открытым голосованием. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизнью станции вы можете ознакомиться в разделе «САЭС» на сайте rosenerga.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok